Всем привет. Всем привет. Мы сейчас на станции метро технологический институт. Сегодня решили погулять по Санкт-Петербургу. Да, сегодня суббота, выходной. Сходим в парк, ну и покажем в целом, как выглядит наш день весной в Санкт-Петербурге. Да, сейчас мы вот приехали на Тепеложку, здесь будем ждать Пашу, друга нашего, и пойдем кушать очень вкусную жильерку, покажем вам это место секретно. Мы отремонтировали Тепеложку, всем интересуемся. Красота. Вот там вот находится станция метро технологический институт. А здесь? Там, где мы сейчас будем кушать шаверму, 7-я Красноармейская. Вот, 7-я Красноармейская улица. Идем туда. У нас уже шаверма в процессе. Уже в процессе шавермы. Да, мы заказали в приложении. Сейчас покушаем, пойдем гулять. Погода сегодня просто отлично. Наконец-то хоть чуть-чуть солнечно становится. Да, вон деревья уже немного зеленые начинают. Что-то появляется. Вчера вообще плюс 15 градусов было. Эх, да, жалко, что мы гуляли, гуляли. Гуляем не вчера. Ну, вчера была пятница, сегодня суббота, выходной. Партик. Девушка с флагом развивающимся. Солнце такая, просто там, на самом деле, обожаю, когда солнечная погода. Сразу настроение такое хорошее. Полностью с этим согласен. Даже с утра уже просыпаешься, вот эти лучи солнца у тебя будет. И ты уже встаешь, хочется улыбаться, радоваться. А когда вот эта серость типичная для Питера, для Питера, для Питера. Для Питера, куда мы идем дальше? Прямо, прямо идем. Пойдем через елочки. А когда вот эта вот серость, и просыпаться очень тяжело. И в целом настроение какое-то такое вялое, усталое. Ничего не хочется. Хочется только лежать и пролеживать. Зобку. Что-то типа того. Смотри, какие елки, да, прикольные? Сейчас покушаем, потом хотим сходить в один из парков. Там один облагороженный, два еще недоделанных. На станции метро Озерки парк находятся. Погуляем там, снимем парк, что там интересного, посмотрим. Я там была, но так сказать, проходом, проездом, ну то есть мимо шла, смотрела видео. Там, по-моему, летом даже озеро есть, и вот летом там люди даже купаются. То есть, интересное место. Еще там, кстати, очень хорошие дороги асфальтированные в этом районе. И очень клево там покататься на скейте, на лонге. Я как раз таки вот каталась. Летом мы тоже катались. Мы с тобой делаем на Крестовском острове. Да, мы на Крестовском. Но, кстати, на Зерках тоже можно кататься. Там довольно хороший асфальт. Самокаты тоже, да, классная тема. На самокаты надо будет покататься. На электронных. Ну, для них, кстати, не так важна особая ровная дорога. Да, самокаты, да, там они просто... Потому что скейты более чувствительны, чем... Ну, самокаты, там колеса большие, да. Вот в этом здании находится... Здесь так прикольно. Это плиточка сиренево-фиолетовая. Называется Еврокебаб. На самом деле, это сеть. Есть по всему Питеру. Но от разных точек отличается вкус. То есть где-то готовят лучше, где-то хуже. Поэтому вот это вот классное место. Ну, все, мы пришли кушать. Вот так вот выглядит шаверма нормального человека, то есть Паша. А вот так вот выглядит шаверма наша. Почему-то ее взяли, просто зафигачили в эту упаковку. Еще и крышку отрезали, непонятно как. Ну, в общем, всем приятного аппетита. Мы покушали. Очень довольны. Шавермы. Да, нас только с тарелкой подставили. Ну, да, увидели. Вот у Паши нормальная тарелка была. Просто хотелось как-то посолить. Не знаю. Все-таки ресторан. Идем к Троицкому собору. У него очень красивые купола. С золотыми звездочками поближе покажу. Красивый собор. Я раньше здесь, недалеку, ходила на курсы английского языка. И почти каждый день бывала в этом районе. Все время любовалась вот этим собором. Симпатичнее. Так вы видите, даже не похоже на христианский. Знаю почему-то, но не у всех такие купола бывают. Как было снежное, да? Да, очень красиво. Лепнина там еще такая. А говорю, вот я тоже думала, что он как-то похожий. Как будто и не христианский, но... Да, потому что эти звезды, они что-то восточного добавляют. Голуби голодные. Китайцы. О, сколько тут у них зерна. А вот. Такая вот тут красота. И памятник. Что? Что случится? Высокий. Какой? Еще небо такое сегодня красивое. Ясное. Да, ну да, смотри, какая-то таким полоса. Передача документов на заднем плане. Постоянно, причем, потому что он помесил. Так, нарушают. Я вас записываю. Как в Питере. Как по-другому. Это да. Соблюдать правила дорожного движения нет? Так, если это посмотрит коп, у нас и штрафуют. Пожалуйста, удалите. Сейчас покажем квартиру Пашу, которую он купил за тысячу рублей в месяц. Я прошу тысяча двести. А, тысяча двести. Цены поднялись на все. Это было раньше, а сейчас вообще тысяча тридцать. Раньше было лучше. Паша раньше тысячу платил, а тебе тысяча двести. Тысяча тридцать пятьдесят, говорит, уже. А, тысяча тридцать пятьдесят. Идем вообще забирать часы. Сдавали в реставрацию старые советские часы. Сейчас посмотрим, что они нам там сделали. Живые часы. Да, я собираю просто советские часы. Ну, на руку, в принципе, и которые карманные тоже, но карманных особо нету, только одни. А такие часы, которые на руку, очень классно смотрятся. Паша тоже собирает. У него где-то двое часов? Четверо. Уже четверо. Как давно четверо. Осталось их только в ремонт от десяти. Хотя все ломаны и семья. Двое рабочих и двое мальчиков. Да, жалко листиков нет. Да. Ну, это уже будет летнее видео. Сейчас зелени не хватает. Конечно. Да, тут что-то реставрировать сильно. А? Реставрация. Ну, да. Такое красивое здание будет. Клубный дом, идеалист. Как минимум стеклопакеты будут стоять. Ну, да. Они уже стоят, кажется. Не экологично получается. Вы думаете, что в Питере, в центре люди живут плохо, потому что деревянные окна? Это просто экологично. Это просто экология. Да, они наоборот дороже даже. Да, это все верно. Все верно. Вот мы почти пришли. В этом дворе будет часовая мастерская. Вышли из мастерской часовой. Забрали часы, очень классные сделали. Вот такие вот часы. Они были все из царапанной. Пыль, там всякая грязь была под стеклом. А сейчас вот в таком состоянии стали. Да, позолоченный корпус. Это классические часы под костюм. И вторые часы, которые мне подарила Алена, мы их сдавали на диагностику по гарантии, потому что у нас были с ними проблемы по заводу механизма. Да, ну их сказали, что там просто смазали и, к идее, все тоже на буток. Да, тоже классные, тоже костюмные. Это вот Аленин подарок. Обожаю Алену и ее подарки. Лучшее. Спасибо, спасибо. Все, мы довольны. Теперь направляемся, наконец-таки, на зеркий парк. А еще у Димы рука расширилась. Ну да, это проблема, конечно, какая-то. Примерил старые часы со старым ремнем. Мы их не показали, они у меня в языке. Потом как-нибудь покажу свою коллекцию часов. И они мне на руку не налезли. Поэтому я сказала, что они будут моими теперь часами. Они мне, правда, чуть-чуть великоваты, но это не проблема. Ну да, можно как бы одно звено убрать. Ну... Что поделать, что поделать. Не, я просто буду, значит, худеть, хотя эти места, наверное, худеют. Да, мне кажется, просто ты вырос. Хотя просто рука вырос. Да. Тут жира-то нет, просто рука широкая. У меня кость широкая, да. Конечно, мы добрались на метро. Мы можем поехать на эту станцию, в церкви. Мы приехали на озерки и идем. Куда, вы думаете, есть? Ходим в КФС, купим мороженое и пойдем в парк. Где Паша? Паша всегда хочет есть. Паша где-то пропал. А вот он. Мороженое купили, идем в парк. Вот он, собственно говоря. Вот так, озеро. А у меня интересный вопрос. Вы же запись включали? Да. Да. Тогда ладно. У тебя очки-серебелёчки. Да потому что из-за капюшона. А? Перекасила. Паша капюшоном погнул очки. Это проблемы. Все, пошли. Все, модный, стильный, молодежный. Так, а как я мороженое буду есть, если у меня руки все задние при камере? Давай я ем. Нет, давай ты лучше камеру подержишь. Даняли оператора, только что-то не так пришло, по-моему. А где ты? Научатся там в своих онлайн-курсах, потом снимают криво. А вы мне платите ничем. Хотя бы мороженку бы дали. Мы тебе дали камеру подержать. Для оператора уже не плохо. Спасибо большое за предоставленный шанс. Какой современный прикольный дом. Суешь? Наверное. Ну тут даже кабинки для переодевания есть. Так, я иду переодеваться. Дим, ты что такой высокий? Я знаю. Здесь он пляжный перепон. Не плохо, не плохо. В это место нас позвал Паша. Здесь красиво. Паша, клоповник, советую. Естественно. Ну вот так вот выглядит зона в этом парке. Пляжная. Выход к озеру. И есть здесь пляжный вовлебол. Не факт. Скамеечки. Это нужно быть раздевательным. Всякие эти ползылки, не ползылки, турники. Вообще красиво, как будто на пляже где-то. Какой дом красивый. Дом? Сзади вообще классный дом. Ну не дом, это здание какое-то прикольное. О, утейки плавают. Да, пляж. Если бы в Питере всегда была погода летняя, вот такая вот солнце, голубое небо, красивая вода, здесь бы можно было бы жить спокойно и вообще не париться. Смотрите, как красота вообще. Такой пляжик прикольный. Да, блинчик запустил. Блинчик, чё блинчик? Солнечко. Мы ищем камушки. Хотим блинчики запустить, а камушек нет. О, есть камушек. Там ручки. Не надо в уток кидать. О, красота. Чё, на качельках пойдём кататься? Да, пойдём, классно здесь. Кататься, кататься. Вообще прикольно, да. Хорошо, тепло, солнце. Настроение сразу прям поднимается. О, Паша нашёл камень. Аккуратней. Наказавтра скайк. Второй блинчик. Не, у меня два было. Ну, примерно так же. У меня есть. Плюс минус один. Другой. Вполне хорошее место для посещения. Мне кажется, летом здесь, правда, народный, наверное, туча просто. И все друг на друге сидят. Опять-таки... Да, выходные, 100%. В принципе, если вам наскучило ходить по... вашим обычным местам в Питере, тоже вот для посещения. Неплохой парк. О, с металлоскателями ищут. Обожаю это занятие. Летом, надеюсь, поснимаем. Упсик, отжал у неё коняшку. Он такой подходит, такой, пожалуйста, выясните. О, ой, всё, он освободился. Давай, заныгивай. Я поехала. Хорошо, качаемся. Как на ней качаться вообще? Не знаю. Может, так и... Ну, вот так вот. Ножки и пляж. Разрешено купаться. Если раздевалки стоят, значит, купаться можно. Ну, так-то оно, да. А вдруг их просто сами люди поставили? Ну, не думаю. Оно в одной стилистике. Тут вообще чистая вода. Такое чувство, что очистили. Возможно, его очищают от водоёма. Потому что здесь есть, если для переодевания, что-то... Хотя для переодевания, может, это и для загорания только, потому что, смотрите. Ну, в общем, не суть, но вода здесь чистая. И, в принципе, даже песок. Приспань маленькая. А что, тут лодочка какая-нибудь причаливает, разве что? Сколько тут человек голодных. Кричат. Сейчас вот пройдём вдоль озера и выйдем вот там на холмы слева. Посмотрим, что там. Развлечений нет для детей. Прокорительность. Ага. О, подожди, стой, стой, стой. Подними руку, там тучку как будто держать будешь. Ещё выше, выше, подними. О, вот так вот. Я думал, он сломается. Не будем падать сегодня. Дим, не надо, пожалуйста. Тебя придётся стирать всего, целиком. Куда он идёт? Я не знаю, она сейчас... Не надо. Да, не-е-е-е-е-ет. Ладно. По-моему, совсем ненадёжно выглядит. Бакалаты здесь. Чё? Ну, не надо купаться там. Там техника у тебя в рюкзаке, она себе наутонет. Её не постираешь. Завёл какой-то в грязюку. Какой дом красивый. Видишь, смотри, за забором. Да. Я говорю, здесь есть крутые дома в этом районе. Смотрю, ещё классно. У них ещё и вид, наверное, сейчас на озеро здесь будет. Да, да, да. Такой здесь дом прикольный, с видом на озеро. Посветлее смотрится. А, там кирпич. Может, это гостиница какая-то? Ну... Потому что здесь много как-то зданий. Зданий, зданий. Ну, слушай, богатый человек, если большая территория... Ну, может, и так. Несколько. Тут есть верёвочный парк. Да, вижу. Там вот какие-то песни, пляски. Три-то-три. Озёрки. 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 Что-то не спрашивает. Вон, там качели тоже. Да, вот эти холмы, которые мы с той стороны показывали. Получается, здесь они. Да, я видел, что здесь народу много сидит. Да, мы их видели. Чего, большие? Огромные просто. Ну, это ещё не огромные. Несеквое. Ну, ты помалкивай. Ты в цикловой парке была, там, понятно, другое дело. Классно, классно. Вообще, как будто бы выбрались даже за Питер куда-то, а не в городе гуляем. Отлично. Я вообще-то знаю, что мы как бы недалеко от Озерков живём, и не думал, что это так. Мы как бы мимо проходили, но не виделись. Да. Классно. Да. Вот это лепота. А это что такое? Тарзанка какая-то, что цвета в воде? О, кстати, да. Не могу понять, для чего ты? Ну, прямо. И вот тут ещё, вот это детский, наверное. А, это, кстати, можно прокатиться. О, я хочу прокатиться, это бесплатно. О, я тоже хочу прокатиться, я тоже хочу прокатиться. Сейчас прокатимся. Классно выглядит, это, видимо, чья-то усадьба старая. Видишь, так леплина, всё. Там даже герб есть. Фамильный герб. Перед этими озерками парк на Удельной ещё есть. Да. Неплохой, очень большой. Да, там прикольно тоже. На Удельной мы были, не ли? Ну, там между Удельной и... На Удельной же мы были. Там есть за Удельной. За Удельной дальше идёт между Удельной и Пионерской, или, по-моему, в этом парк. Да, да, да. Вот, туда если идти, в сторону Пионерской. И перед Удельной ещё есть парк, насколько я смотрел. Мы на третьем озере. Третье озеро не впечатляет. Цвет воды не очень, немного мусора. В общем, третьего озера дизлайк. Оставайтесь на первом или на втором. Ну, мы здесь уже, получается, ближе к проспекту Просвещения, да? Да. Да, то есть метро проспект Просвещения. От озерков мы уже дошли достаточно далеко. Ну, в общем, на озерки норм. А сюда лучше не ходить. Всё, мы погуляли. Уже идём в сторону дома. Очень хороший день, хорошая погода и хорошие места. Да, отлично провели эту субботу, поэтому очень рада, что вы были с нами. Всем пока-пока. Пока. Всем привет. Всем привет. Мы сейчас на станции метро Чёртыши. Давай Чёртс. Чёртыши. Эхо! Это нюанс. Субтитры подогнал «Симон»